Так, Евгений Будков, существует ли угроза масштабных провокаций, не дай бог, терактов в Украине со стороны украинского российского руководства ЛИГИЛ накануне 10 сентября, с целью свести на нет эффект от запланированного возвращения Михаила Саакашвили? Очень много признаков того, что украинские спецслужбы начали какое-то взаимодействие с российскими спецслужбами. В свое время Путин пришел так к власти, оказав Ельцину неоценимую услугу, дискретировав генерального прокурора с куратора. Была эта история с девочками, проститутками. Очень эффективно использование спецслужб для таких политических провокаций. Это возможно. К сожалению, Порошенко напуган. И это видно по его действиям совершенно неадекватным. В связи с нежеланием допустить Михаила Саакашвили, ну не то, что в политическую область, но даже и на территории Украины. Причем всем все ясно, всем все понятно. Слишком сильные заявления Михаила Саакашвили по коррупции. И это касается не только Петра Прошенко и какой-то группы, которая его поддерживает, которая выступает за так называемую стабильность. Вот ничего не меняйте. Плохо, да, но пусть будет так. Так, мы ведем войну, нам не до борьбы с коррупцией, нам не до реформ. И именно в этом смысле я считаю, что ущерб, который наносит нынешняя ситуация Украине, ситуация вот из коррупции, с отсутствием реформ, и в общем какой-то корпоративной солидарности людей, противостоящих Саакашвили. Эта ситуация наносит больший ущерб, чем военные действия. Потому что лишает Украину будущего. Провокации могут быть любые. Стиль перенимается, это ясно. Стиль российский. Не знаю, как взрывы домов, слишком это уж похоже. Вот, но провокации, возможно, это эффективный инструмент. Украинские спецслужбы, это те же люди, абсолютно те же прошедшие, те же учебные заведения, школы КГБ, взаимодействующие на персональном уровне с спецслужбами российскими. В свое время Вану Амиробишвили, который помогал Михаилу Саакашвили реформировать Грузию, ну вот буквально с этого и начал. Отстранение от власти, от работы вот этой старой гвардии. Потому что она, старой гвардии КГБ. Потому что она действительно нереформируема. Они будут бороться за собственную власть, собственное влияние любыми средствами. В Украине этого не произошло, поэтому очень сомнительно и состояние спецслужб, и состояние армии, ну и так далее. Обойти это не удастся. Придется реформировать, либо Украина достаточно быстро окажется в том же состоянии, которое была при Януковиче. В котором была при Януковиче. Это серьезный удар по Украине и по России. Если вот эти имперские настроения, тенденции получат подпитку, настроения в России получат подпитку от Украины, то Россия тоже остается, ну, такой нереформируемой, без надежды реформировать страной. Возможно, все. Вот если очень коротенько.